Приветствую. Это второй цикл описаний картинам петербургского художника Владимира Володина, выпущенный автором стихов о знаменовании 25-летия выхода персонального каталога художника и знакомства и творческого союза. Первый цикл созерцания был представлен нашим зрителям 11 марта в этом зале и прошел с большим аншлагом. Надеемся, на этот раз отзывы будут немедленно В нашей сегодняшней встрече, как и в предыдущей, вам будет представлен уже тройственный союз, так как музыкальное сопровождение этого вечера осуществляется Виолетта Гриневич, замечательным музыкантом и композитором. Она играет на нескольких инструментах, фортепиано, скрипка, гитара, преподает музыку, является руководителем ансамбля «Славянская песня» и участвует в других музыкальных проектах. Сейчас в исполнении Виолетта Гриневича прозвучат фрагменты классических произведений и ее собственной импровизации. Художник Владимир Бородин, известен не только у нас в стране, но и во многих странах мира, где проводились выставки его буквы. Он художник-философ. До сих пор много плодотворно работает в различных художественных жанрах, красках, притягивая внимание и завораживая зрителя своим творчеством. Его работы приобретены многими музеями, галереями, частными коллекционерами и известными людьми в нашей стране и за рубежом. Как вы сами увидите, если еще не были знакомы с работами Владимира Бородина, он самобытен и многогранен. После такого представления все хвалебные речи излишни, а более подробные сведения о художнике и его деятельности можно найти в интернете. Зинаида Павлова – автор-исполнитель, организатор музыкально-поэтических вечеров «Созерцания и прикосновения», описание картинам Владимира Бородина. Она же и автор нескольких поэтических сборников, вышедших под псевдонимом Эра Дарминова. Зинаида Павлова – очень интересный поэт, многие ее стихи сами по себе удивительно музыкальны. На эти стихи написаны несколько десятков песен. Это новый шаг в творчестве поэта, сделан в виде концертных программ, и мы рады быть первооткрывателями, предоставить для выступления нашу любительству. Сегодня наших гостей ждет большой сюрприз. Приехал главный вдохновитель, с которого все началось, автор картин Владимир Бородин, ему и предоставляю первому слову, а затем продолжит Зинаида Александровна Павловна. Обычно, обычно, в большей части нахожусь в семье. И я не очень считаю, что я такой уж талантлив, но что я мог, я сделал. И для этого мира немножко чистить свои слова. На других может быть какое-то вдохновение найдется из того, что я делал. Если какие-то есть вопросы, я отвечу. Спасибо. Вначале я хочу поприветствовать вас. Здравствуйте, дорогие. Благодарю мои читатели, зрители, слушатели за то, что нашли время и силы для встречи с Его Величеством Иисусом. И благодарю моего давнего друга Владимира Бородина за то, что сумел вернуться из дальних странствий для участия в этом вечере. И вручить я ему уже вручила подарки небольшие свои. Вот. Ну, а теперь, значит, с учетом еще сына Александры, вот, который осуществлял внешние связи, пока отец был в отъезде, вот, тоже помогал. Ну, и в следующей благодарности моей Виолетте Васильевне Гриневич, она у меня соисполнитель сегодня, музыкальный исполнитель замечательный, написала несколько песен на мои стихи. Мой друг уже много лет, с момента выхода первой книги в 2003 году. Ну, и я еще благодарю также Дмитрия Жученко, он вообще, можно сказать, фаворит, поскольку у него около 10 песен уже написано, и он собирается продолжать свое творчество в этом направлении, написание на мои стихи песен. Ну, вот, на слове. И я думаю, что после этого вечера, может быть, это его сподвигнет к скорейшей реализации плана. Ну, я еще хотела поблагодарить несколько человек, которые отсутствуют, может быть, пока прервемся, значит, если вы готовы петь. Или я еще хотела поблагодарить работников библиотеки имени Грибаледова, уже, чтобы нам к этому не возвращаться, за радушный прием. Особую благодарность за помощь в организации проведения этого вечера выражает ум прекрасным, замечательным женщинам, заведующей библиотекой Адели Маминой. Вот она там скромно сидит в уголке, и даже не хажет себя, пожалуйста, она очень помогает. И ее заместителю Кристине Гордеевой, выступающей сейчас в роли ведущей и обеспечивающей синхронный показ картин Владимира Бородина. Кристиночка, пожалуйста, да, как ведущая вы ее видели, сейчас будете уже слушать дальше и смотреть. Ну и, значит, для тех, кто не присутствовал на предыдущем «Вещи», я таких, в общем-то, достаточно, я просто немножечко повторюсь. Значит, 11 марта был представлен цикл «Созерцание», как уже было сказано Кристиной, и несколько слов хочу сказать о творчестве. «Хотя о том, кто называется поэтом, по-настоящему должны говорить его стихи». Вот, ну, значит, мы прерываемся, и сюрприз от Дмитрия. Или мы еще немножечко потом, да? Вот, ну, и я не договорила насчет Владимира Бородина. Значит, он, конечно, первоначальный здесь товарищ, вот, я уже как бы в следствии, но его творчество меня так перепахало, как вы понимаете, что вот это вот вылилось вот этими вот несколькими циклами стихов. «Созерцание» был, «Прикосновение» сейчас будет, и последний цикл из этого, не знаю, может, еще что-то напишется, «Наверенное» называется. Это будет еще объявлено дополнительно, когда будет, наверное, осенью, скорее всего. Вот, так что спасибо, Володя, возвращаясь к тебе, еще раз благодарю. Ну, и, значит, еще вот почему-то не подошла, хотя собиралась. Костя, карчученька, дорогая моя девочка. Значит, садись вот там, спасибо, на место. В связи времен у меня книга, собственно, книги потом, наверное, поднесем, я как-то про книги забыла. Несколько книг принесла я «Связь времен и пройдя по саду Хайяма». Это из оставшихся небольшого количества. Так что, если кто-то заинтересуется, сможет потом приобрести после нашего вечера. И вот здесь в «Связи времен» демонстрируется еще и связь поколений. Потому что Владимир Бородин, вот сейчас бы я продемонстрировала, если бы у меня была эта книжка, вот, обложку оформлял Владимир Бородин. А эту самую стихи, оформление стихов, это у меня вот как раз Екатерина Ильина. Причем я ее попросила, ну, так, ну, где-нибудь там, 10 или около того. Вот на что душа откликнется. Она мне приносит вот такую стопку. Оказывается, на все, даже на маленькие четверостишья у нее душа откликалась. Ну, я уже не могла ничего отложить. Уже человек работал и так старался. И вообще, ну, вот на все откликнулось. Вот, поэтому у меня получилось так, что... Организовала этот фестиваль. 53-й, по-моему, сезон уже. Стихи от Петениты Павлова. Затихли шорохи и звуки, Уже забрежала заряд. Я за спиной сложила руки В пространстве снов своих поля. Веча свободное в паденье Над распростертой лу землей, Как долго длится слагеделье В короткий сон вместивший сон. Стихи от Петениты Павлова. Короткий сон вместивший сон. Как долго длится слагеделье Над распростертой землей Лечу свободное в паденье. В пространстве снов своих поля Я за спиной сложила руки Уже забрежала заря Затихли шорохи и звуки. Затихли шорохи и звуки. Затихли шорохи и звуки. А вот сейчас сюрприз. Зимаида не помнит, что у меня есть еще одна вещь на ее стихи которые в этот цикл не вошла который я посвятил моему другу востоковеду члену клуба всемирных всемирного клуба петербуржца и жанца кеменко который сейчас здесь романс который называется восток на стиле вас только не был ты это сюрприз а а а а а и а Я всё равно тебя любила, С морёта птичьей высоты Просторым ссором обводила. В песке Иисуфея, где орыг Молозис и сильных поверьей, Куда мой острый взгляд проник. В песке Иисуфея, где орыг Друзей встречая дорогих, Молозис и сильных поверьей, Ни в чём, как я, невиноватых. Восток, какой мне был ты, Я всё равно тебя любила, С морёта птичьей высоты Просторым ссором обводила. Это презентация книги Сад Хаяма. Поэтому вот, кстати, о Востоке, да, поэтому Амара Хаяма считаю Своим лестературным привозным отцом Особиаклином, что вижу, о том и пою, Затрагивая много разных тем. За это время родилось более пяти тысяч стихотворений, Большую часть из них, естественно, Составляют малые формы. В печатном издании под псевдонимом Дармира вышли три мои книги «Птица белая», которая давным-давно Улетела связь с Лениной, Пройдя посаду с Хаяма. Ну, об этом я уже говорила. Ну, об этих стихах других Уже творческих встречах Нам справиться бы с этим. Вот. Итак, мы начинаем то, Ради чего встретились Второй музыкально-поэтический вечер Описание картины Владимира Бородина. Цикл прикосновений. Когда художник говорит стихами, И краской с кистью тянется поэт, То слушайте и зрите. Перед вами предстанет мир гармонии и свет. Прикосновения к вечности. Головку возвел и несказанно рад, Что ходят по нему вперед, назад, Те, кто забыть про матерь не смогли, По краю неба, на краю земли. Три. Три единства. Музыка. 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 Кружила и плавала в зале. Ах, музыка, 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 Что же раньше друг друга не знали? Ты мной завладела всецело, Мы близкими стали друзьями. Ложишься на душу и тело, Сливаешь меня с небесами. Тебя я любовью встречаю, С тобою лечу в поднебесле. Тебе так стихом отвечаю, И так до конца будем вместе. Признание в любви. Тебе могу признаться, Но вспомнил хуляви, Захочешь ли ты знаться? А может, отзвучишь И обо мне забудешь? Приди ко мне, кричишь, Со мной сегодня будешь. Ты выбрала меня. Спешу, как на свиданиях. Париж в Париж моя. Вдруг здрасте. Весенние цветы. Вот-вот упадет последний лист На серую мерзлую землю. Осеннего ветра протяжный свист Сменится белой метелью. Узор набросает мороз на стекло. Я с детства любила это. На листья смотрю, на цветы, И тепло, как будто вернулось лето. Дыхание весны. 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 Одежды тонкие не срывая, Вдыхаю аромат весны. Одуванчик. Узор на замороженном стекле Напоминает листья видом этим. Так сказочен цветок на полотне, И, кажется, нет лучшего на свете. У придорожной бровки чудный сон. Цветок тот детством радостным отмечен. Да, это одуванчик. Это он серебряную шапку и повенчен. Из перших прозрачных садкала Природа света дивное творение. В нем, в одуванчике, я поняла, Нашел художник умиротворение. Парк роз. Краса цветов в стихах и прозе Отмечена в краю родной. Я напишу о дикой розе На фоне бледно-голубом. Цветы из сада неприятные. А что на воле, все же милей. Пускай не очень ароматны, И пух сбирают стополей. Но я готова бесконечно Смотреть на пуст в долине грез. Как в детстве. Радостно, беспечно. Любую с лепестками роз. Песнь балета. Кармен. Песнь балета. Кармен. Балет. 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 Неиссякаемая тема. Балет. Движение в танце, Чудных красок цвет, Тел пластика сменяет сцену, Сцена. В ночь представление, Проливая свет. И на холсте Живое отражение Всех чувств растей Закрученная нить. Как будто кистью поймано мгновение И на картине продолжает жить За легкостью, изяществом балета От глаз сокрыт огромной силой труд Художнику поведали про это На просвещенный выдвинули суд Спектакль готовят до седьмого пота Да на ногах кровават мозолей Танцуют ли красоты с Дон Кихотом Или страшит прескверный Бармалей Или иных прообразов герои Порят над сценой праздником даря И музыки чарующие строи Переполняют душу бередя Картины действий впитывают краски И сцену заполняет полотно А под личиной философской маски Балетной темы яркое бедно Здесь зримо все И совершенство тела И плоти с духом яростная смесь И то, о чем подумать бы не смело Но оказалось, и такое есть Вечность Запела скрипка в вышине Скрипач играет вдохновенно И звуком нежно, откровенно О жизни повествует меня Там, в темноте, сквозь тишину И лет сто плачет, то смеется Затровав тонкую струю, что в чутком сердце Отзовется Пролилась музыка Свет струится И распустились лепестки И образ девушки родится Из чистоты и красоты В воздушно-белом одеянии Как символ продолжения рода Нижнее лунного сияния Ей дарит жизнь сама природа В чертах мечтательность, беспечность И с легкостью подобной пуху Ее руки коснулась вечность И шепчет, напрягая пуха Я, отстранясь со стороны Смотрю, вся звуку отдаваясь Как вдохновенью подчиняясь От пальцев трепетных струны Все виртуозней в бесконечность Смычок проталкивает вечность Бетховен Скрипичная соната Ты ныщен из камня, Ван Бетховен Мощь, потрясая, царственно звучит Самым звуком глух Язык не многословен, но за тебя музыка говорит Мощь, потрясая, царственно звучит Мощь, потрясая, царственно Я, право, и полновал не для меня Под маску надменной павы Я б не смогла прожить и дня Не продиралась и сквозь шкуру А шла тихонько на угад Пока не встретила фигуру Одну из тысячи преград Тебя Ты только что вернулся Проснулся сам или очнулся Сигнал заслыша потасна Но не к земле ты потянулся А воспарив под небеса Там миг свой ждешь обыкновенный Он, миг, по сути сокровенный Рождает несказанный миг Ты человек уже нетленный Все эти мудрости постиг Я ж на земле хочу остаться Согласна жить в земном краю А ты зовешь меня купаться В миражно сотканом раю Не притязательно я, право И карнавал не для меня Окончен бал Крича все, браво Для жизни требуя огня Я умираю бахом Предвечностью бескрайней Апостолы в кругу Теперь ты будешь край Ответь, как на духу И мощные оголы В начале всех начал Вдруг гром прозвучали Ты так им отвечал Стоял уже сам бедный У смерти на виду Пускай я стану правой Пускай совсем уйду Я умираю бахом Кладбище для всех Могила вырыта И виден срез Земля потрескалась Так солнце иссушило Но загляни тихонечко В порез Как будто красотой Могила вырыта Кого здесь только нет Жучки и паучки А рядом гусеницы Птички золотые Над ними разноцветные флажки Порхают бабочки И мотыльки большие Жизнь кажется Прекрасной и полна Она кипит Ты чувствуешь волнение И вдруг На нас повеялась одна Длиной холодной смерти Спланили головы цветы Те, что по краюшку могилы Они и не живут уже И умерли наполовину Мне не хватает красок слов Или иной волшебной силы Но попытаюсь дописать Свою последнюю картину Одна могила всех роднит Живых и мертвых привечает И крест ее один венчает И небо зарево горит Санкт-Петербург Ты восхищал в былые годы Ботлик торжественно суров Сводил под каменные своды Друзей поэтов и творцов Твои прекрасные твердыни Исааки, Смольнинский собор Воздвигли на болотной тине Но неушимы до сих пор Дивитесь, знатоки искусства Художники помогут вам Мир выражает свои чувства Не веря собственным глазам Петербург, мосты Мосты над Невскую водой Чугун узорщикой ограды И этот вечер на сенной Где нам в любое время рады Золотые церкви купола Покрест покроты снежной ватой Никольского колокола Людей избирают виноваты Окутан в памяти вокзал Седой дымкою тумана Что ты тогда еще сказал? Что любишь правду без обмана? И снова пью из дредника Летаю, созерцая крыши Кто выше, то издалека Твой голос в Божьем коре слышу Мосты над Невскую водой Чугун узорщикой ограды И бледная луна дугой Над Петербургом и Ленинградом Двор на Летейном Двор на Летейном Знакомый подъезд Помнишь, как здесь собирались когда-то Тот же фонарь, что горел от заката Те же деревья почти до небес Не было тут ни кустов, ни скамейки Лавочки только Сколоченный стол Редко, но все же играли в футбол Клумбы в цветах поливали из лейки Здесь посиди Отдохнем вспоминая Что так сегодня нахлынуло вдруг Видно и с детства ребят поминая Многих уж нет Не Петра Летовну Двор на Летейном Знакомый подъезд Даже ограда цела и не снята Дверь будто та же И так же примята Вроде других и не знали Глаза, глаза Сидели молча рядом Как будто каждый думал о своем Ушла нет слов Оборванная взглядом Нам было просто хорошо вдвоем Портретные живописи Женские образы Все женщины безумно хороши Любовь и нега Приковали взгляды Не обращает их Ни боль души Ни откровения Каким порой не рады Мадонны Характеры живые Картины Словно образа В них говорящие немые Проникновенные глаза Что украшает Юность Зрелость Зрелость Благодеяния Грехи Очарование И спелость На каждый вкус Свои духи Здесь женских образов Плеяда О боже Как они нежны Нет в них Нет в них Ни алчности Ни яда В них Ожидание Весны Зрелость По картинам Владимира Бородина Очаровательные лица Воздушно-тонкие черты Парящая по небу птица Влагоуханные цветы Неповторимая сегодня Архитектура Архитектура Чистота И музыка Творящая сводня Картинных звуков Высота Чужих миров Живые блики В гранит одетая река Святые узнанные лики Прошедшие через века И боль души И радость детства И пятна крови И вина Все чувства Выражения средства Смешались В красках полотна Иrendиша Живые блики Уchtание Первый Чистота Откуда Спасибо. 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 Я хочу поздравить тебя. Олег, спасибо большое. Это Олег Костромин, петербургский поэт. Спасибо большое. Это проза. Стихи у меня есть твои. Иди-ка мне, ромашка. Посмотри, родная, на восток, Я расту среди хлебов и кашки. Да, ромашка, у реки росла, В зарослях у улы и осоки. На призыв она к нему пошла, Где он рос среди хлебов высоких. Каждый год, роняя семена, К воздку ромашка приближалась. Наконец пришла к нему она, Межно к лепесткам его прижалась. И типа на полюшке ржаном. Белый цвет и рядом темно-синий Кашку к ним прижала ветерком. Получился триколор России. Какая-то критика, я не знаю, Мы бы сначала... Сначала. Сначала, очень хорошо. Начали с детства. Здесь была картина, вот как раз... Картина? Поставь. Трогать у меня достаточно такое вот состояние, Легкое. И очень тяжело, очень тяжело сказать. Лугу, когда бывает очень сложно, Я бы поиск не мог. Это мог, как сказать, цветку, Который слишком ранен. Так как порожено. Я даже написал этот портрет, Присутствие его. И всегда, как бы сказать, Я немножко сомневался, Когда писал какую-то новую тему, Что всегда очень сложно. Но по жизни Меня немножко, как бы сказать, Провода посчастливило. Я в основном писал все через сон. И такая тенденция приводит на меня, Что я легко просыпаюсь, Где-то так, примерно, В пределах полчетвертого, Вот встаю, как лунатик, Идешь, и делаешь свое дело. И ложишься снова спать. И вот этот вот такой дар Божий, Конечно, мне очень много помог, Это, но я много очень написал. Пишу легко, быстро, Без, как бы, сомнений. Что помогает, Даже, можно сказать, балуясь. Это, скорее всего, даже ближе к тому. Потому что через игровой процесс Вот человек быстрее передает свое состояние И не усложняет, Ну, как сказать, Не оттяжеляет живопись. Если так можно сказать. Если будет вопрос, Я отвечу даже по конкретной, если что. В принципе, я осуществил Достаточно все, что я хотел. Вот, я иду по темам. Я затронул огромный цикл. И то, что меня касалось и в детстве. Я сам из детского дома. И очень, ну, так, не буду жаловаться. Ну, тяжело было родителей. И этот момент, может быть, И больше пробудил именно таких чувств, Компет, которые собрали И то, что я очень, очень положительного. А вот, скажите, я вот посмотрю, Смотрю, у вас очень много выставок везде, да? И Германии, и Финляндии, да? Корея даже. А вот из этих стран, где вы, Вы там присутствовали на своих выставках? Да, да, да. И вот что у вас интересно, Вот что поразило вам в этих встречах? Ну, все, все началось из друга Хаммера. Он мне купил в 86-м году целую коллекцию, Четыре работы. Сейчас обратная сторона? Три-четыре работы купил. И так получилась ситуация, Что в Москве была выставка Москва, Санкт-Петербург, Киев. Открывал и организовал этот выступ Куришков. Это при Горбачеве. И я был от Санкт-Петербурга. Такая была фирма. Узнаем, знаете ли, нет. Не что, в кооперации, Был Ешкелев, директор этой фирмы. Он меня пригласил защитить Санкт-Петербург. Меня еще никто совершенно не знал. Я молодой был художник. Так и вышел недавно. С ВУЗа. Это, как сказать, было достойно для меня. Я не опозорил. Я привез 100 работ в Москву. Из них все работы были проданы. Единственное было цикло «Одинокая Русь». Это было посвящено Акулому Портопопу. До этого я встречался с Малышевым, Который написал эту книгу. Я ездил к староверам. Прямо если прикасался с ними и в Риге, и в Красноярске. Это достаточно такой сложный путь и трогательный. Мне было, как бы сказать, очень симпатично. Это община староверов. И вообще их жизнь, и отношение к жизни, честность, трудолюбие. И мне, как сказать, много помогло в жизни, в секрете этой темы. Конечно, были ситуации, которые были подсказаны. У меня был друг, очень интересно, преподавал нам философию. Это Корольков. И он очень сильно повлиял в мою жизнь, в мою творчество. И много дал тем, подсказал. Так сказать. Если что, то есть, пожалуйста, отвечу. Спасибо. Где вы живете? А где вы живете? В Сочи. Он живет везде. Он на границе человек здесь. Я сейчас живу. На данный момент я нахожусь, как бы, большей частью в Сочи. В Лазаревской. Я там выполняю заказы по морской теме. Это декоративное море. Такой цикл. И там уже 6 лет я. И сюда привожу, как-то, за эти эскизы. Кое-что перерабатываю. Уже в деревню уезжаю. Там у меня тоже галерея. Уезжаю там, перерабатываю. Ну, будет интересно, если захотите. Будет интересно. Я каждый год около 200 пишу работ. Так что, если из них... Ну, так, если так между нами говорить, творческими людьми, то из 200 штук работ будет 8, которые называются работами годы, а все остальное так. Ну, как и у каждого. Вот, для человека. Все выборочно. Я хочу еще раз продемонстрировать связь для меда, твою книгу. Она вышла в 2004 году, но до сих пор востребована. У меня их мало осталось. Значит, здесь вот этот вид, а с той стороны обратной, значит, перевернутое, увеличенное изображение. Вот такое вот интересное, Володя, решение нашел. Вот. Мне очень нравится. Всем тоже. Да, я скажу. Это решение. Это распятие, иззеркальная сторона, вот, состояние. Но это сон. Это и сна, композиция. Я большинство работ, если так серьезно. То есть вам снится сначала, а потом вы пишете? Я, я объясню, снится, я просыпаюсь. Ну, так вроде, я не ленивый человек. И с детства я так же просыпался, так же пришел, понимаете, что-то делал, вот и снова ложился. И так и сейчас. И всю свою жизнь я, как бы сказать, ориентируюсь в основном честно, а не без сомнений на сны. Потому что все серьезные темы, я был датом, писал мастер-маргарита по заказу, одна из композиций у меня осталась, Маргарита. Ну, если вы будете, Галерею, видите, там много чего интересного есть. Я буду рад. Спасибо. Аплодисменты. В цвете белого пуха дуванчиков и туполей. Аплодисменты. 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 Что-нибудь скажите. Что-нибудь скажите. Молодец, что у вас есть, но я сюда пригласил. А он... Сын вас вытащил сюда? Да, да. Да? Я ее приеду. Скребен, да? Сориентировал меня в праздник. Как сына зовут? Александр. Александр. Владимир и собственной персоной, да, как говорили.